Переход от дома управления к товариществам собственников жилья протекал в нашей стране далеко не гладко. И с некоторыми негативными последствиями этой реформы можно столкнуться и по сей день. Тем не менее, система партнерских взаимоотношений с банками, строительными и ремонтными фирмами базируется именно на товариществах. И в интересах каждого собственника квартиры, чтобы квартирное товарищество было как можно более действенным. На данный момент для большинства квартирных товариществ наиболее актуальными проблемами являются повышение эффективности систем отопления и создание нормальных взаимоотношений между его членами и правлением. Не могут нормально по-человечески общаться. Где этот нормально общается, надо всегда найти время и несколько минут ответить на вопросы простого члена товарищества. Если отказывается, тогда почему скрывает, почему не отвечает, и будут подозрения воровством и так далее. А долги считают? Долги, это да, есть проблемы, особенно в последнее время. Прошлый год, когда было очень напряженное время, безработица и так далее, такого не было. Вот в этом году почему-то должники. Вопрос номер один. В эстонском парламенте нового созыва была впервые в истории создана группа поддержки квартирных товариществ. Этот факт свидетельствует о том, что заботы жильцов многоквартирных домов порой имеют общегосударственное значение. И справиться с отдельными проблемами можно только путем изменения законодательства. На данный момент в Риге-Когу ведется разработка основ для создания специального внесудебного органа, который мог бы взять на себя ответственность по решению возникающих в товариществах конфликтов и споров. Для нас самое главное иметь тесную связь с союзом общества «Квартира товариществ», чтобы эти проблемы, которые у них имеются, были систематизованы и переданы для нас, чтобы мы смогли смотреть, что надо в каком-то законе что-то менять, что-то добавить, чтобы жизнь лучше стала. А для города Таллина на сегодня наиболее актуальной заботой является оформление отмены налога на землю. Наша статистика показывает, что сейчас наиболее активными в деле подачи заявлений являются жители Нымы и Пирита, владельцы частных домов. А собственники квартир в Лас-Наме и Пуфья Таллине почему-то не спешат ходатайствовать об отмене земельного налога. Я призываю всех жителей Таллина сделать это либо электронным способом, либо лично подав заявление на бумаге правлению квартирного товарищества или в управу части города. Иначе в следующем году вас может неприятно удивить письмо из налогового таможенного департамента с требованием уплатить налог. Обслуживание многоквартирного дома и поддержание в работе всех его систем – задача комплексная и непростая. По данным официальной статистики, расходы на жилье с 2007 года возросли на 26%. Стоимость электроэнергии увеличилась на 40%, а природного газа – на 33%. На стоимость жизни негативное влияние оказал также рост налога с оборота и акцизов. Как отметил выступивший на форуме мэр Таллина Эдгар Сависар, в основном квартирные товарищества действуют эффективно. Порой даже несмотря на то, что в их правлениях люди работают из чистого энтузиазма. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова